Обязательства. На первый взгляд простые. Автобусы должны быть низкопольные, удобные для маломобильных групп граждан и оборудованные кондиционером. Этот процесс идёт, по словам главы города, очень медленно и необходимо ускориться. Более того, есть сроки до 1 июня. Больше всего претензий к транспорту коммерческих перевозчиков. 1 июня будет 54. Всё. На этом экономика в этом году. А остальное тех... Ну, да-да, не надо вам было выходить на конкурс. Перевозчики, выходя на городской конкурс, обязались обслуживать городские маршруты на комфортабельных автобусах и закупить их до начала лета. По факту, эти условия выполняют не все. Глава Сочи потребовал предоставить так называемые дорожные карты, то есть поэтапный план обновления автопарка. У вас у всех есть возможность дорожной карте всё это отразить. Дорожные карты для нас будут документом, ну а потом по этим дорожным картам мы спросим. Времени осталось мало, напоминает участникам совещания глава города. Не только необходимо уже закупить и поменять подвижной состав, но и оснастить его системой безналичной оплаты. И это уже требование федерального законодательства. Провел встречу с перевозчиками и увидел, что пока ни шатка, ни валка, конечно, шаги делаются, автобусы меняются, но сегодняшний мой разговор привел к выводу тому, что не все готовы к тому, чтобы в полном объеме заменить подвижной состав к 1 июня. Наша задача и задача руководства Департамента транспорта сделать так, чтобы к 1 июня транспорт был заменен и соответствовал всем конкурсным требованиям. Сегодня маршрутная сеть транспорта общего пользования в Сочи – это 145 маршрутов. В городе работает 7 автотранспортных предприятий-перевозчиков.